Часть первая романа Дубровский Александра Сергеевича Пушкина. Это запись LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Получить дополнительную информацию или стать волонтером можно на сайте LibriVox.org. Читает Ксениум 5. Александр Сергеевич Пушкин. Роман Дубровский. Часть первая, главы первая и вторая. Глава первая. Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилл Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилл Петрович принимал знаки подобострастия, как надлежащую дань. Дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. Кирилл Петрович был великий хлебосол. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал на веселе. Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно, притом изобретаемых и жертвуя коих, бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец. Хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного — Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручий гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Троекуров пошел в гору. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирилл Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье. Они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирилл Петрович, от роду не удостаивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишек своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовили, у обоих осталось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирилла Петровича росла в глазах родителя. И Троекуров часто говаривал Дубровскому, — Слушай, брат, Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу, даром, что он гол, как сокол. Андрей Гаврилович качал голову и отвечал обыкновенно, — Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, добыть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки. Все завидовали согласию царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противовлечило ли оно мнению хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирилла Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжие поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирилл Петрович должен был обедать. Хозяины гостей пошли на псарный двор, где более пятисот гонщих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак под присмотром штаб-лекаря Тимошки и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирилл Петрович гордился всем прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться он им перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженной своими гостями и сопровождаемой Тимошкой и главными псарями. Останавливался перед некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гонщих и одну борцую суку. Он не мог удержаться от некоторой зависти при виде всего великолепного заведения. — Что же ты хмуришься, брат? — спросил его Кирилл Петрович. — Или псарня моя тебе не нравится? — Нет, — отвечал он сурово. — Псарня чудная. Вряд ли людям в вашем житье такое же, как вашим собакам. Один из псарей обиделся. — Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря Бога и барина не жалуемся. А что правда, то правда. Иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую стешнюю конурку. Было бы сытнее и теплее. Кирилл Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа. А гости во след за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла относиться и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошки Кириллу Петровичу новорожденных щенят. Он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил. Возвратясь к гостями с обсарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать, и только тогда, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Тройкуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. От роду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирилл Петрович по обыкновению своему, разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Тройкуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал. Кирилл Петрович, встав из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. В другой день первый вопрос его был, здесь ли Андрей Гаврилович. Ему подали письмо, сложенное треугольником. Кирилл Петрович приказал своему псарю читать его вслух и услышал следующее. Государь мой примилостливый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлите мне псаря Парамошку с повинной, а будет моя воля наказать его или помиловать. А я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен, да и от вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Засем остаюсь покорным к услугам Андрея Дубровски. По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кириллу Петровичу не странным слогом, но только своей сущностью. — Как? — загремел Троекуров, вскочив с постели босой. — Высылать к нему моих людей с повинной? Он волен их миловать, наказывать? Да что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается? Вот ж я его, наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова. Кирилл Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своей пышностью, но охота не удалась. Во весь день видели только одного зайца и того протравили. Обед в поле под палатку также не удался, или, по крайней мере, был не по вкусу Кирилла Петровича, который прибил повара, разбронил гостей и на возвратном пути со всей охотой нарочно проехал полями Дубровского. Глава вторая Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское, Кирилл Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение. Дубровский объезжал однажды малое свое владение, приближаясь к Березовой роще. Услышал он удары топора, и через минуту треск повалившегося деревом. Он поспешил в рощу и наехал на Покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их, связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит. Прежде всего, никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владения, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту. Слух о всем происшествии в тот же день дошел до Кирилла Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку, так называлась древняя его соседа, разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковинку, но мысли его вскоре приняли другое направление. Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по заре, он взглянул нечаянно в окно и увидел в ворот остановившуюся тройку. Маленький человек в кожаном картузе и фрезовой шинели вышел из телеги и пошел во флегель к приказчику. Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кириллом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний. — Здорово, как бишь тебя зовут? — сказал ему Троекуров. — Зачем пожаловал? — Я ехал в город, ваше превосходительство, — отвечал Шабашкин, и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства. — Очень, кстати, заехал, как бишь тебя зовут. Мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай. Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирилла Петровича со всевозможным вниманием. — У меня есть сосед, — сказал Троекуров. — Мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь? — Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или... — Врешь, братец, какие тебе документы? В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. — Мудрено, ваше превосходительство. — Подумай, братец, поищи хорошенько. Если бы, например, ваше превосходительство могли каким-то не есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то, конечно, понимаю... Да вот беда, у него все бумаги сгорели во время пожара. — Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели? Чего же вам лучше? В таком случае извольте действовать по законам и безо всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие. — Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен. Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и благодаря его проворству ровно через две недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистеневкою. Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубые отношения, в коем объявлял, что сельцок Кистеневка досталась ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет, и что всякие посторонние притязания на его собственность есть ябеда и мошенничество. Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение. Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но впоследствии времени, оказавшуюся недостаточной. Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте, Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился. Не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги. Первый трунил над продажной совестью чернильного премии, но мысль соделаться жертвою ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше и им затеянного дела. Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей, и толкуя в крифель прям всевозможные указы. Как бы то ни было, 1800 года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к земскому судье для выслушивания решения ООНова по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генералом-шефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город. На дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника. Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца. Ночевал у него, и на другой день утром явился в присутствии уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирилл Петрович. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресло из уважения к его чину, летам и дородности. Он сел при открытых дверях. Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке. Настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда. О содержании его говорить не нужно. Секретарь умолкнул. Заседатель встал и с нескольким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу. И торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал решением суда совершенное свое удовольствие. Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу, но Дубровский стал неподвижен, потупя голову. Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если пача чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое и намерен в положенное законными время спросить по апелляции, куда следует. Дубровский молчал. Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали. Он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такой силой, что тот упал, и, схватив черненицу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. Торожа сбежались на шум, и на силу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество. Судьи, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский, между тем, лежал в постели. Уездный лекарь, по счастью, несовершенно невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую. Конец части первой романа Дубровский Александра Сергеевича Пушкина. Читала Ксениум-5. Часть вторая романа Дубровский Александра Сергеевича Пушкина. Эта запись Либри Вокс является общественным достоянием. Читает Ксениум-5. Глава с третьей по пятую. Глава третьей. Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского все еще было плохо. Правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькой. Она смотрела за ним, как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и кроме ее не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту. Но пора читателей познакомить с настоящим героем нашей повести. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дома более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и чисто любив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту в мечту бедной молодости. Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись на диванах и куря из его янтарей, Гриша, его коммердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее. Государь ты наш, Владимир Андреевич, я твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папеньки. Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит, как дитя глупое, а в животе и смерти бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлим в песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под началом Кириллу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние, а мы из кони вашей и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька, Арина Егоровна Бузырева. Владимир Дубровский несколько раз с ряду перечитал с ней довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста. Со всем тем он романически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями. Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няньки, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или в хозяйственных заботах. Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления. Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был споротеть на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий. Он боялся уже не застать отца в живых. Он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне. Глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надо было ему ехать и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкой. Антон прослезился, увидя его, наклонился ему до земли, сказал ему, что старый его барин еще жив и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами и между ними завязался разговор. Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым? О богах ведает батюшка Владимир Андреевич. Барин, слышь, не полазил с Кириллом Петровичем, а тот и подел в суд, хотя по часту он сам себе судья. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка наш пошел на Кирилла Петровича. Плетью обуха не перешибешь. Так, видно, этот Кирилл Петрович у вас делает, что хочет. Не везти им, а барин. Заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут. Правда ли, что отымает он у нас имение? Ох, барин, слышали так и мы. На днях покровский панамарь сказал на крестинах у нашего староста, полно вам гулять. Вот уже приберет вас к рукам Кирилла Петрович. Никита Кузнец и сказал ему, и полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей. Кирилл Петрович сам по себе, Андрей Гаврилович сам по себе, а все мы божие да государевы, да ведь на чужой рот пуговицы не нашьешь. Стало быть, вы не желаете перейти во владение Тройкурову? Во владение Кириллу Петровичу? Господь упаси и избави. У него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Нет, дай Бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж Бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не вдавайте нас, а мы уже за тебя станем. При всех словах Антон размахнул кнутом, тряхнул лажами, и лошади его побежали крупной рысью. Тронутый преданностью старого кучера Дубровский замолчал и предался снова размышлениям. Прошло более часа. Вдруг Гриша пробудил его восклицанием. Вон Покровская! Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами. На одном из них над густой зеленью рощи возвышалась зеленая кровья и бельведер огромного каменного дома, пятиглавая церковь и старинная колокольня. Около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями. Дубровский узнал все и места. Он вспомнил, что на всем самом холму играл он с маленькой Машей Тройкуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его. Подъехав к господскому дому он увидел белое платье, мелькавшее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинуясь честолюбию общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу, и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлей. Сердце в нем забилось. Перед собой видел он кистеневку и бедный дом своего отца. Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видел он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвинстыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, мешкоями шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошенный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаке было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб и окружила молодого барина с шумными изъявлениями радости. На силу мог он продраться сквозь их усердную толпу и взбежал на ветхое крыльцо. Синяк встретила его Егоровна и, сплачивая, обняла своего воспитанника. Здорово, здорово, няня, повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху. Что, батюшка, где он, каков он? В эту минуту в залу вошел, на силу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке. Здравствуй, Володька, сказал он славым голосом. И Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение. Он ослабел. Ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его. — Зачем ты встал с постели, говорила ему Егоровна? На ногах не стоишь, а то даже норовишь, куда и люди. Вдарикатнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями. Глава четвертая. Где стоп был яс, там гроб стоит. Несколько дней спустя, после своего приезда, молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения. У Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на он ее. Из того не мог он получить ясное понятие о тяжбе и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела. Между тем, здоровье Андрея Гавриловича час отчасти становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство. Между тем, положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбой назначить, когда угодно будет его высокопевосходительство вступить во владение новоприобретенным имением. Самому или кому изволит он отдать на то доверенность, Кирилл Петрович смутился. От природы не был он коростолюбив. Желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости. И победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтобы его выбронить. Но, не нашед достаточного к того предлога, сказал ему сердито, «Пошел вон, не до тебя». Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирилл Петрович, оставшись наедине, стал рассказывать взад и вперед на свистывая, «Гром победы, раздавайся», что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей. Наконец он велел в конце сентября и сам праве выехал со двора. Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решился помириться со старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его с достоянием. Облегчив душу с ним благим намерением, Кирилл Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор. В это время больной сидел в спальной у окна. Он узнал Кирилла Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его. Погровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор, с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал пол из своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания, паралич его ударил. — Скорее, скорее, в город за лекарем, кричал Владимир. — Кирилл Петрович спрашивает вас, сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд. — Скажи Кириллу Петровичу, чтобы он поскорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора. — Пошел! Слуга радостно побежал выполнить приказание своего барина. Егоровна сплеснула руками. — Батюшка ты наш, сказала она пескливым голосом. — Погубишь ты свою головушку, Кирилл Петрович съест нас. — Молчи, няня, сказал с сердцем Владимир. Сейчас пошли Антона в город за лекарем. Егоровна вышла. Впередней никого не было, все люди сбежались на двор смотреть на Кирилла Петровича. Она вышла на крыльцо и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирилл Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи. Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня шумно толковала о всем происшествии. Вдруг Владимир взглянулся между людьми и отрывисто сказал «Не надо бы на лекаре». Батюшка скончался. Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир. Правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь. Не было уж и признака жизни в всем теле. Еще не охладела, но уже обезображена в кончине. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечении. Вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину. Глава пятая. Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дичок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощую. Церковь находилась за ней. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев. При выходе из рощи увидели кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененными старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери. Там, подле могилы ее, накануне вырыта была свежая яма. Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у Клироса. Он не плакал и не молился, но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир первый пошел прощаться с телом. За ним и все дворовые. Принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли. Мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу. Все присутствующие бросили в нее по горсти песку. Яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и вкрылся в Кистеневскую рощу. Егоровна от имени его пригласила Папа и весь причет церковный на похоронный обед. Объявив, что молодой барин не намерен наоном присутствовать, и таким образом отец Антон, Пападья, Федотовна и Дичок пешком отправились на басский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, по-видимому, ожидало его наследника. Приезд Твоекурова и прием ему оказанный были уже известны всему о колодку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия. — Что будет, то будет, сказала Пападья. — А жаль, если не Владимир Андреевич будет вашим господином. — Молодец, нечего сказать. — А кому ж, как не ему и быть у нас господином, прервала Егоровна, напрасно Кирилла Петровича горячиться, и на Робкова напал. Мой соколик и сам за себя постоит, дай Бог даст, благодетели его не оставят. — Больно спесив, Кирилла Петрович. — Ах ты, Егоровна, сказал Дичок, я скорее соглашусь, кажется, лаять на Владыку, чем косо взглянуть на Кирилла Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и клонит лиц, а спина-то сама так и гнется, так и гнется. — Суета-сует, сказал священник, и Кириллу Петровичу отпоют вечную память, все как ныне Андрею Гавриловичу. Разве похороны будут побогаче, да гостей зазовут побольше, а Богу не все ли равно? — Ах, батька, а мы хотели зазвать весь околоток, да Владимир Андреевич не захотел. Небось, у нас всего довольное, есть чем угостить. Да что прикажешь делать? По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас упорчую, дорогие гости наши. Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт, и водка подана. Между тем, Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостью стараясь заглушить душевную скорбь. Он шел, не разбирая дороги. Сучья поминутно задевали и царапали его, ноги его поминутно ввязли в болоте, он ничего не замечал. Наконец, достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом. Ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее теснились в душе его. Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Враждастры и Курова предвещала ему новые несчастья. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки, в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представлявшего ему верное подобие жизни. Подобие столь обыкновенное. Наконец, заметил он, что началось смеркаться. Он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома. Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливом признаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороной и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собой. «Удались от зла и сотвори благо», говорил поп Попадье. «Нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело не кончилось». Попадье что-то отвечало, но Владимир не мог ее расслышать. Приближаясь, увидел множество народа. Крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сюртуках казалось, о чем-то толковали. «Что это значит?» спросил он сердитого у Антона, который бежал ему навстречу. «Это кто такие? И что им надобно?» «Ах, батюшка Владимир Андреевич!» отвечал старик, задыхаясь. «Суд приехал, отдают нас при Курву, отнимают нас от твоей милости!» Владимир потопил голову. Люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш!» кричали они в свои ему руки. «Не хотим другого барина, кроме тебя!» «Умрем, а не выдадим!» Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно!» сказал он. «А я с приказными переговорю». «Переговори, батюшка!» закричали ему из толпы. «Да у совести окаянных!» Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин с картузом на голове стоял подбочись и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидев приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом. «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал. По решению ясного суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин? Слушайтесь его во всем, что не прикажет. А вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». При сей его стройшутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит», спросил он с притворным хладнокровием у веселого исправника. «А это то значит, отвечал замысловатый чиновник, что мы приехали вводить во владение сего Кирилла Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться по добру, по здорову». «Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти». «Бывший помещик Андрей Гаврилов, сын Дубровский, волею Божию помре. А ты кто такой?» сказал Шабашкин с дерзким взором. «Мы вас не знаем, да и знать не хотим». «Владимир Андреевич, наш молодой барин», сказал голос из толпы. «Кто там смел рот разинуть?» сказал грозный исправник. «Какой барин? Какой Владимир Андреевич? Барин ваш Кирилл Петрович Троекуров. Слышите ли, олухи?» «Как не так?» сказал тот же голос. «Да это бунт!» закричал исправник. «Гей, староста, сюда!» Староста выступил вперед. «Отыщи сей же час, кто смел со мной разговаривать, я его!» Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил. Но все молчали. Вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него смотреть?» закричали дворовые. «Ребята, дало их!» И вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросили в сене и заперли за собой дверь. «Ребята, вязать!» закричал тот же голос. И толпа стала напирать. «Стойте!» крикнул Дубровский. «Дураки, что вы это? Вы губите и себя, и меня!» «Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будут заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать?» Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемые действия. Народ утих, разошелся, двор опустил. Члены сидели в синях. Наконец, Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. «Мы решили», продолжал заседатель, «с вашего дозволения остаться здесь ночевать, а то уж темно и ваши мужики могут напасть на нас по дороге. Сделайте такую милость, прикажите послать нам хоть сено в гостиной, чем в свет мы отправимся в освоясь». «Делайте, что хотите», отвечал им с уха Дубровский. «Я здесь уже не хозяин». С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собой дверь. Конец части 2 Читала Ксению 5 Часть 3 Романа Дубровский Александра Сергеевича Пушкина Эта запись «Лебри Вокс» является общественным достоянием. Читает Ксению 5 Глава с 6 по 8 Глава 6 «Итак, все кончено», сказал Владимир сам себе. «Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен буду оставить дом, где я родился. Мой отец, земля, где он покоится, будет принадлежать ненавистному человеку, виновнику его смерти и моей нищеты». Владимир стиснул зубы, и глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облакоченную на перила, в белом утреннем платье с одной розой в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства», подумал Владимир. «Он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передний, предметом насмешек и замечаний его псарей. А в ее спальне, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем». «Нет, нет, пускай же ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы. Страшные мысли рождались в уме его. Голоса под ячих доходили до него. Они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец, все утихло. Владимир отпер комоды и ящики и занялся разбором бумаг покойного. Они большей частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ними попался ему пакет с надписью «Письма моей жены». С сильным движением чувств Владимир принялся за них. Они писаны были во время турецкого похода и были отрисованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою деревенскую жизнь и хозяйственные занятия. С нежностью сетывала на разлуку и призывала его домой в объятия дорогой подруги. В одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира. В другом она радовалась его ранним способностям и предрекала для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и, погруженный душой в мир семейного счастья, не заметил, как прошло время. Иные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух Рому слышен по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. Там было темно. Кто-то, увидев свет, бросился в угол. Обратясь к нему со свечой, Владимир узнал Архипа кузнеца. — Зачем ты здесь? — спросил он с изумлением. — Я хотел... Я пришел был проведать, все ли дома? — тихо отвечал Архип, запинаясь. — А зачем с тобой топор? — Топор-то зачем? Да как же без топора на умничьи ходить? Эти приказные такие, вишь, зорняки, того и гляди. Ты пьян. Брось топор, поди выспись. — Я пьян, батюшка. Владимир Андреевич, Бог свидетель, ни единой капли во рту не было. Да и пойдет ли вино-то на ум? Слыхан ли дело? Подячьи задумали нами владеть, подячьи гонят наших господ, барского двора? Эка не храпят, а каянные. Всех бы разом, так и концы в воду. Дубровский нахмурился. — Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав. — Оставь свои затеи. Неприказные виноваты. Засвети-ка фонарь, доступай за мною. Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печку и фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить чугунную доску. Собаки залаяли. — Кто на сторожах? — спросил Дубровский. — Мы, батюшка, — отвечал тонкий голос. — Василиса и Лукерья. — Падите по дворам, — сказал им Дубровский. — Вас не нужно. — Шабаш, — примолвил Архип. — Спасибо, кормилец, — отвечали бабы, и тотчас отправились домой. Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему, они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. — Зачем вы не спите? — спросил он их. — Доснали нам, — отвечал Антон. — До чего мы дожили, кто бы подумал? — Тише, — прервал Дубровский. — Где Егоровна? — В барском доме, в своей светелке, — отвечал Гриша. — Пойди, приведи ее сюда. — Да выведи из дома всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных. А ты, Антон, запрягите лего. Гриша ушел. Через минуту он явился своей матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь. Кроме приказных никто не смыкал глаз. — Все ли здесь? — спросил Дубровский. — Не осталось ли кого в доме? — Никого, кроме подьячьих, — отвечал Гриша. — Давайте сюда сено или соломы, — сказал Дубровский. Люди побежали в конюшню и возвратились назад с охапками сена. — Положите под крыльцо, вот так. — Ну, ребята, огню. Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину. — Постой, сказал он Архипу. — Кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Ходи скорее отопри их. Архип побежал в сене, двери были отперты. Архип запер их на ключ, примовыв полголоса. — Как не так, отопри. И возвратился к Дубровскому. Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвелось и осветило весь двор. — Ах, тебе жалобно закричал Егоровна. — Владимир Андреевич, что ты делаешь? — Молчи, сказал Дубровский. — Ну, дети, прощайте. Иду, куда Бог поведет. Будьте счастливы с новым вашим господином. — Отец ты наш, кормилец, закричали люди. Умрем, не оставим тебя, идем с тобою. Лошади были поданы. Дубровский сел с Гриши в телегу, Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора. В одну минуту пламя охватило весь дом. Полы затрещали, посыпались, пылающие бревна стали падать, красный дым ввился над кровлей. Раздался жалобный вопль и крики. — Помогите, помогите! — Как не так? — сказал Архип со злобной улыбкой, взирающей на пожар. — Архипушка, говорила ему Егоровна, — Спаси их, окаянный, Бог тебя наградит. — Как не так? — отвечал кузнец. Всю минуту приказные показались в окне, стараясь выломить двойные рамы, но тут кровля срезком оброшилась и вопли утихли. Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненную метелью, избы загорелись. — Теперь все ладно, — сказал Архип. — Каково горит, а? — Чай из Покровского славно смотреть. Всю минуту новое явление привлекло его внимание. Кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоразумевая, куда спрыгнуть. Со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали с осмеху, смотря на ее отчаяние. — Чему смеетесь, бесенята? — сказал сердито-кузнец. — Бога, вы не боитесь. Божья тварь погибает, а вы с дуру радуетесь. И поставив лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец своей добычей полез вниз. — Ну, ребята, прощайте, — сказал он, смущенный дворный. — Мне здесь делать нечего. Счастливо оставаться. Не поминайте меня лихо. Кузнец ушел. Пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унился. И груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи. Около них продели погорелые жители Кистеневки. Глава седьмая. На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяно на похоронах, зажгли дом из неосторожности. Другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселье. Многие уверяли, что он сам сгорел с судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником всего ужасного бедствия был сам Дубровский. Стройкоров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же, он и кузнец Архип пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля. Обгорелые кости их были разрыты. Бабы Василиса и Лукерия сказали, что Дубровского и Архипа кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип по всеобщему показанию был жив и, вероятно, главный, если не единственный виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. губернатору подробное описание всему происшествию и новое дело завязалось. Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толком. Появились разбойники, распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые против них, оказались недостаточными. Гравительство одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек наполненных разбойниками разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в селы, грабили помещичьи домы и передавали их огнем. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса. Имя Тубровского было во всех устах. Все были уверены, что он, а никто другой предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному. Поместья Троекурова были пощажены. Разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностью Троекуров приписывал сию исключительно страх, который умел обнушать всей губернии. Также и отменно хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись над высокомерием Троекурова, и каждый ожидал, что незваные гости посетят Покровска, где было им чем поживиться. Но, наконец, принуждены были согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение. Троекуров торжествовал, и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался намеками насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от которых Дубровский уходил всегда невредимо. Между тем наступила 1 октября, день храмового праздника в селе Троекурова. Но прежде, нежели приступим к описанию дальнейших происшествий мы должны познакомить читателя с лицами для него новыми или о коих мы слегка упомянули в начале нашей повести. Глава 8. Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирилла Петровича, о которой сказали ему еще несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему в свои нравия, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда жестоким обращением. Уверен в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседи редко не сжали Кириллу Петровичу, кое дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирилла Петровича. Огромная библиотека, составленная большую частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме совершенной поварихи, не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша естественным образом перерыв сочинений всякого рода остановилась на романах. Таким образом совершала она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мишо, которой Кирилл Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность, и которую принужден он был наконец выслать тихонько в другое поместье, когда следствия сего дружества оказались слишком явными. Мамзель Мишо оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушкой и никогда во зло не употребляла влияние, которое, видимо, имела над Кириллом Петровичем, в чем отличалась она от других наперстниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирилл Петрович, казалось, любил ее более прочих. Черноглазый мальчик, шалун лет девяти, напоминающий полуденные черты мамзель Мишо, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды, похожих на Кирилла Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирилл Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествия нами теперь описываемых. Сей учитель понравился Кириллу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кириллу Петровичу аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого четыре года жил он губернион. Кирилл Петрович все это пересмотрел и был недоволен одной молодостью своего француза, недостаток несовместимым терпением и опытностью столь нужным в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу. Кирилла Петрович по-французски не говорил и она служила ему переводчиком. — Пойди сюда, Маша, скажи ты этому мусье, что так и быть, принимаю его только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмеливался волочиться, не то я его собачьего сына. — Переведи ему это, Маша. Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение. Французский поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему благосклонности. Маша слово в слово перевела его ответ. — Хорошо, хорошо, сказал Кирилл Петрович. Не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить его грамматики до географии. Переведи это ему. Мария Кирилловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца и Кирилла Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната. Маша не обратила никакого внимания на молодого француза. Воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиной. Она не заметила и впечатления, произведенного ею на месье де Форжа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостаивая большой внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие. На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав Покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирилл Петрович по целым часам возился с ними, стравляя их с кошками и щенятами. Возмужав, они были посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Изредка их выводили перед окнобарского дома и подкатывали им порожную винную бочку, утыканную гвоздями. Медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрагивался, колол себе лапы, осердясь, толкал ее сильнее и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, пока месть не отнимали у бедного зверя предмет тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею или неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю Божию. Но лучшую шутку почиталась у Кюрила Петровича следующая. Проголодавшегося медведя за пруд бывало в пустой комнате, привязав его веревку из-за кольцов, венчанная в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость с оборванную полою, соцарапанной рукой скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целые три часа стоять, прижавшись к стене и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него прыгал, становился на дыбы, ревел, рвался и силился до него дотянуться. Несколько дней спустя после приезда учителя Троекуров вспомнил о нем и вознаверился угостить его в медвежьей комнате. Для сего призвал его однажды утром, повел он его темными коридорами. Вдруг боковые двери отворились, двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя. Зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приблизился. Дефорш вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежали, с двери отворились. Кирилл Петрович вошел изумленной развязкой у своей шутки. Кирилл Петрович хотел непременно объяснения всему делу. Кто предварил Дефоржа о шутке, ему приготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет? Он послал за Машей. Маша прибежала и перевела французу вопрос отца. Я не слыхивал о медведе, отвечал Дефорж, но всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую по моему званию не могу требовать удовлетворения. Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его к Кириллу Петровичу. Кирилл Петрович ничего не отвечал. Велел вытащить медведя и снять с него шкуру. Потом, обратясь к своим людям, сказал, каков молодец, не струсил, ей богу не струсил. С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уже его пробовать. Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марию Кирилловну. Воображение ее было поражено. Она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривавшего. Она видела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ними основались некоторые отношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности. Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю нетрудно уже догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том не признаваясь. Конец третьей части романа Дубровский Александра Пушкина Читала Ксению 5 Часть четвертая романа Дубровский Александра Сергеевича Пушкина Это запись Либри Вокс. Все записи Либри Вокс являются общественным достоянием. Читает Ксению 5 Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в господском доме и во флигелях. Другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедни и все потянулись к новой каменной церкви, построенной Кириллу Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперте и в ограде. А обедня не начиналась. Ждали Кириллу Петровича. Он приехал в коляске шестернею и торжественно пошел на свое место, сопровождаемой Марьей Кирилловной. Взоры мужчины и женщины обратились на нее. Первые удивлялись красоте, вторые со вниманием осматривали ее наряды. Началась обедня. Домашние певчие пели на клиросе. Кирилл Петрович подтягивал, молился, несмотря ни направо, ни налево и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул и озеждители храма сего. Обедня кончилась. Кирилл Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним хором, соседи подошли к нему с почтением, дамы окружили Машу. Кирилл Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями, поминутно входили новые лица и на силу могли пробираться до хозяина. Бары не сели чинно полукругом и одетые по запоздалой моде, поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах, мужчины толпились около икры и водки, с шумным разнообразием разговаривая между собой. В зале накрывали стол на восемьдесят приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживали скатерти. Наконец дворецкий провозгласил кушанье поставлено и Кирилла Петрович первый пошел садиться за стул. За ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое страшенство. Барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины, на конце стола сел учитель подле маленького Саши. Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоразумения руководствуясь лафатеровскими догадками и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехал на двор коляска, запряженная шестью лошадьми. «Это кто?» спросил хозяин. «Антон Пафнутич», отвечали несколько человек. Двери отворились и Антон Пафнутич спицын, толстый мужчина лет пятидесяти с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, валился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться. «Прибор сюда!» закричал Кирилл Петрович. «Милости просим, Антон Пафнутич. Садись, заскажи нам, что это значит. Не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже. Ты и богоморин, и покушать любишь». «Виноват!» отвечал Антон Пафнутич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана. «Виноват, батюшка Кирилл Петрович. Я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти верст. Вдруг шина у переднего колеса пополам, что прикажешь?» К счастью, недалеко было от деревни. Пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошло ровно три часа. Делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в объезд. «Эгия!» прервал Кирилл Петрович. «Да ты знать не из храброго десятка. Чего ты боишься?» «Как чего боюсь, батюшка Кирилл Петрович? А Дубровского-то? Того и гляди, попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, две шкуры стерет». «За что ж, брат, такое отличие?» «Как за что, батюшка Кирилл Петрович?» «А за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича?» «Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровский владеет Кистеневку и без всякого на то права, и единственно по снисхождению вашему?» «И покойник, царствие ему небесное, обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина. «Досели, Бог миловал, всего на все разграбили у меня один анбар, до того и гляди, до усадьбы доберется». «А в усадьбе-то будет им раздорья?» заметил Кирилл Петрович. «Я чай красная шкатылочка полным-полна?» «Худо, батюшка Кирилл Петрович, была полна, а нынче совсем опустела». «Полно врать, Антон Павлотич, знаем мы вас. Куда тебе тратить?» «Дома живешь свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь, да и только». «Вы все изволите шутить, батюшка Кирилл Петрович», пробормотал Антон Павлотич, улыбаясь. «А мы, ей-богу, разорились». И Антон Павлотич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирилл Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя. «Ну-ка, господин исправник, докажи нам свое удальство, поймай нам Дубровского». Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец «Постараемся, ваше превосходительство». «Хм, постараемся, давно стараетесь, а проку все-таки нет». «Сущая правда, ваше превосходительство», отвечал совершенно смутившийся исправник. Гости захохотали. «Люблю молодца за искренность», сказал Кирилл Петрович. «А жаль покойного исправника Тараса Алексеевича». Ка бы ни сожгли его, так в околотке было бы тейше. «А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?» «У меня, Кирилл Петрович», пропищал толстый дамский голос. «Прошлый вторник обедал он у меня». Все зоры обратились на Анну Савишну-Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ. «Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с письмом для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хотя бы и хотела. Однако, сами изволите знать, офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь, как могу, моими доходами». Вот и послала ему две тысячи рублей. Хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю, город близко, всего семь верст, а вось Бог пронесет. Смотрю, вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш. Я так и ахнула. «Что такое? Что с тобою сделалось?» А он мне «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, дожарился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь и телегу. Я обмерла, царь мой небесный, что будет с моим Ванюшей? Делать нечего, написала я снова письмо, рассказала все и послала ему своего благословения без гроша денег. Прошла неделя, другая, вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мной увидеться. Милости просим. Входит ко мне человек лет тридцати пяти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева. Рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича. Он деехал мимо и не мог не заехать его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его, чем Бог послал, разговорилась о том, о сём, наконец, о Дубровском. Я рассказала ему свое горе, генерал мой нахмурился. Это странно, сказал он. Я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей. Да и тут делится с ними, а не грабит дочисто. А в убийствах никто его не обвиняет. Нет ли тут плутни? Прикажите-ка позвать вашего приказчика. Пошли за приказчиком, он явился. Только увидел генерала, он так и остолбенел. Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить. Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. Батюшка виноват, грех попутал, солгал. Коли так, отвечал генерал, так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю. Приказчик не мог опомниться. Ну что же, продолжал генерал, рассказывай, где ты встретился с Дубровским. У двух сосен, батюшка, у двух сосен. Что же сказал он тебе? Он спросил у меня, чей ты, куда едешь, зачем? Ну а после? А после потребовал он письмо и деньги, ну я отдал ему письмо и деньги. А он? Ну а он? Батюшка виноват. Ну что же он сделал? Он возвратил мне деньги и письмо, да и сказал, ступай себе с Богом, отдай это на почту. Ну? Батюшка виноват. Я с тобой, голубчик, управлюсь, сказал грозный генерал. А вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, я его проучу. Я догадалась, кто был его превосходительство. Нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляске, деньги нашли, генерал у меня отобедал, а потом тотчас уехал и увез с собой приказчика. Приказчика мы его нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку. Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышня. Многие из них втайне доброжелательствовали Дубровскому, видя в нем героя романического, особенно Марья Кирилловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф. И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский? спросил Кирилл Петрович. Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский. Как батюшка не Дубровский? Да кто же, как не он, выйдет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать? Не знаю, а уж верно не Дубровский. Я помню его ребенком, не знаю, почернели ли у него волосы, а тогда он был кудрявый и белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши, а что стоит на ему не тридцать пять, а около двадцати трех лет. Точно так, ваше превосходительство, прогласил исправник. У меня в кармане приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду двадцать третий год. А-а-а, сказал Кирилл Петрович. Кстати, прочтите-ка, а мы послушаем. Не худо нам знать его приметы, а вось в глаза попадется, так не вырвется. Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев. Приметы Дубровского составлены по сказкам бывших его дворовых людей. От роду двадцать четыре года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых не оказалось. И только, сказал Кирилл Петрович. Только, отвечал исправник, складывая бумагу. Поздравляю, господин исправник, ай да бумага! По этим приметам неудрено будет нам отыскать Дубровского. Кто ж не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза. Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные. Исправник смиренно положил в карман свою бумагу, молча принялся за гуся с капустой. Между тем, слуги успели уже несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок Горского и Цемлянского громко были откупорены и приняты благосклонно под именем Шампанского. Лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее. Нет, продолжал Кирилл Петрович, уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич. Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек из всей шайки. Он всех бы до единого переловил, да и сам Тубровский бы не вывернулся. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отрежу человек двадцать, так они очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятится. — Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович? — сказал Антон Павнутич, вспоминая при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвуем. — Миша приказал долго жить, — отвечал Кирилл Петрович. — Умер славную смертью от руки неприятеля. — Вон его победитель. Кирилл Петрович указал на учителя-француза. — Он отомстил за твою, с позволения сказать... — Помнишь? — Как не помнить, — сказал Антон Павнутич, почесываясь. — Очень помню. — Так Миша умер? — Жаль, Мишу, ей богу жаль. Такой был забавник, такой умница. Этакого медведя другого не сыщешь. — Да зачем Миша убил его? Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику. Обед, продолжавшийся около трех часов, кончился. Хозяин положил салфетку на стол, все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофе, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой. Глава десятая Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселяясь от пуншу, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустят. Скоро загремела музыка, двери в зало отворились и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, сбивая стакан за стаканом и любуясь веселостью молодежи. Старушки играли в карты, кавалеров, как и везде, где не квартируют какой-нибудь уландской бригады, было менее, нежели дам. Все мужчины, годные для танцев, были завербованы. Учитель между всеми отличался. Все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кирилловной, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец, около полуночи, усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать и сам отправился спать. Отсутствие Кирилла Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять места подли дам. Девицы смеялись и перешептывали со своими соседями. Дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали. Словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Пафнутич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры разбойнические сволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться. Антон Пафнутич, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулочка точно была пуста, не лгал и не скрешил. Красная шкатулка точно была пуста. Некогда в ней хранившиеся ассигнации перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сию только преднасторожностью успокаивал он свою недоверчивость ко всему и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтобы не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, де форжа. Его наружность, обличающую силу, опущей храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и, наконец, обратился к нему с изъяснением. — Нельзя ли, мусьё, переночевать мне в вашей комнате, потому что изволишь видеть? — — спросил де форж, учтиво ему поклонившись. — — Эх, беда, ты, мусьё, по-русски еще не выучился. — 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 Антон Пафнутич, очень довольный своим сведениями в французском языке, пошел точно распоряжаться. Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату ему назначенную, а Антон Пафнутич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная, де форж освещал дорогу фонарем. Антон Пафнутич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка в груди потаенную сумму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутич похаживал по комнате, осматривая замки и окна, и качая головою при всем неутешительном осмотре. Двери запирались одной задвижкой, окна не имели еще двойной храм. Он попытался было жаловаться де форжу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения. Француз его не понял, и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. В постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель притушил свечу. «Пуркуаву туше! Пуркуаву туше!» закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол тушу на французский лад. «Я не могу дармир в потемках!» Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи. «Проклятый басурман!» проворчал спицын, закутываясь в одеяло. «Нужно ему было свечу тушить! Ему же хуже!» «Я спать не могу без огня!» «Мусьё!» «Мусьё!» продолжал он. «Живе а век ву парле!» Но француз не отвечал и вскоре захрапел. «Храпи, бестия, француз!» подумал Антон Пафнутич. «А мне так и сон в ум не идет!» «Того и гляди, воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его бестью и пушками не добудешься!» «Мусьё!» «А мусьё!» «Дьявол, тебя повери!» Антон Пафнутич замолчал. Усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость. Он стал дремать и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за город рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собой Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другую отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич обмер. «Кэскэсэ, муссё? Кэскэсэ?» произнес он трепешущим голосом. «Тише, молчать!» отвечал учитель чистым русским языком. «Молчать, или вы пропали? Я Дубровский». Конец части четвертой романа Дубровский Александра Пушкина Читала Ксению 5 Часть пятая романа Дубровский Александра Сергеевича Пушкина Главы с 11 по 15 Это запись LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Получить дополнительную информацию или стать волонтером можно на сайте LibriVox.org Читает Ксению 5 Дубровский Александр Пушкин Глава 11 Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать. На станции в доме смотрителя, о коем уже мы упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая под маски. В ней лежал маленький чемодан, тощие доказательства не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофе, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительнейшей, сидевшую за перегородком. «Вот Бог послал свистуна», говорила она в полголоса. «Эк посвистывает, чтоб он лопнул окаянный басурман». «А что?» сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищит». «Что за беда?» возразила сердитая супруга. «А разве не знаешь приметы?» «Какой приметы?» «Что свист денежку выживает?» «И, Пахомовна, у нас что свистей, что нет, а денег все нет, как нет». «Да отпусти ты его, Сидорыч! Охота тебе его держать! Дай ему лошадей, да провалис он к черту!» Подождет Пахомовна. На конюшне всего три тройки, четвертый отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу свою шею отвечать за француза. «Чу, так и есть, вон скачут!» «Эге-ге!» «И да как шибко, уж не генерал ли?» Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы и через минуту молодой человек в военной шинели белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко. «Лошадей!» сказал офицер повелительным голосом. «Сейчас, отвечал смотритель, пожалуйте, подорожную». «Нет у меня подорожной. Я еду в сторону. Разве ты меня не узнаешь?» Смотритель засуетился и кинулся торопить емщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительнейши. «Кто таков проезжий?» «Бог его ведает», отвечала смотрительша. «Какой-то француз. Вот уже пять часов, досвещет. Надоел, проклятый!» Молодой человек заговорил с проезжим по-французски. «Куда изволите вы ехать?» спросил он его. «В ближний город», отвечал француз. «Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учителе. Я думал сегодня быть уже на месте. Но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер». «А к кому из здешних помещиков определились вы?» спросил офицер. «К Тройкурову», отвечал француз. «К Тройкурову?» «Кто такой этот Тройкуров?» «Мафо, месье, я слыхал у него мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении с своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени и что с учителями «авек лизучиед». Он не церемонится. «Помилуйте, и вы решаетесь определиться к такому чудовищу?» «Что же делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование 3000 рублей в год и все готовое. Быть может, я счастливее других. У меня старуха-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости. И тогда «Бонсуах!» еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты». «Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекорова?» спросил он. «Никто», отвечал учитель. «Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, у которого повар мой соотечественник, и он меня рекомендовал. Надо бы вам знать, что я готовился быть не в учителе, а в кондитере. Но мне сказали, что в вашей земле звание учителя не в пример выгоднее». Офицер задумался. «Послушайте», прервал он француза. «Что, если бы вместо этой будущности предложили вам десять тысяч рублей чистыми деньгами, с тем, чтобы сей же час вы отправились обратно в Париж». Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головой. «Лошади готовы», сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое. «Сейчас», отвечал офицер. «Выйдьте вон на минуту». Смотрители слуга вышли. «Я не шучу», продолжал он по-французски. «Десять тысяч рублей могу я вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и вашей бумаги». При всех словах он отпер шкатулку и вынул несколько кипосигнаций. Француз вытращил глаза. Он не знал, что и думать. «Мое отсутствие? Мои бумаги?» повторял он с изумлением. «Вот мои бумаги, но вы шутите? Зачем вам мои бумаги?» «Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет». Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги своей молодому офицеру, который быстро их пересмотрел. «Ваш паспорт, хорошо, письмо рекомендательное, посмотрим, свидетельство о рождении, прекрасно. Но вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад, прощайте». Француз стоял как вкопанный. Офицер воротился. «Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами. Честное ваше слово». «Честное мое слово», отвечал Француз. «Но мои бумаги, что мне делать без них?» «В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте. Дай Бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здравии». Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал. Смотритель смотрел в окошко и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием. «Пахомовна, знаешь ли ты что, ведь это был Дубровский». Смотрительша упрямитью кинулась в окошко, но было уже поздно. Дубровский был уже далеко. Она принялась бронить мужа. «Бога ты не боишься! Зачем ты не сказал мне того прежде? Я бы хоть взглянула на Дубровского. А теперь жди, чтобы он опять завернул. Бессовестный ты права, бессовестный». Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, все казалось ему сновидением. Экипы ассигнаций были тут у него в кармане и красноличи вытвердили ему существенность удивительного происшествия. Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом и ночью дотащился он до города. Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Трекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения, мы их узнаем после, но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повестничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы. Зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепиано. Все любили молодого учителя. Кирилла Петрович за его смелое порворство на охоте, Мария Кирилловна за неограниченное усердие и рабскую внимательность, Саша за снисходительность к его шалостям, домашний за доброту и за щедрость, по-видимому, несовместимую с его состоянием. Сам он, казался, привязан был ко всему семейству и почитал себя уже членом унова. От его вступления в звание учительское до достопамятного празднества и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, кое его имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал, благодаря изобретательному воображению сельских жителей. Но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия в отсутствие начальника. Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он подчесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствий, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Павлотича, неожиданным своим превращением из учителя в разбойника. И доезжая заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемоданы дарит ему наводку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благ ехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был ему приятель. Там провел он целую ночь, и на другой день, утром, на порожней тройке, отправился во своясь, без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами. Глава 12. Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирилла Петрович ежедневно выезжал на охоту. Чтения, прогулки, музыкальные уроки занимали Марью Кирилловну, особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинству молодого француза. Он, со своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокаивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверенностью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кирилловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепиано, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкой записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского уже не было в зале. Марья Кирилловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее. «Будьте сегодня в семь часов в беседке у ручья, мне необходимо с вами говорить». Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение от человека, который по состоянию своему не должен был надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном. Каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием? С увещанием ли дружбы? С веселыми шутками? Или с безмолвным участием? Между тем она поминутно поглядывала на часы, смеркалась, подали свечи. Кирилл Петрович сел играть в Бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темная, небо покрыто тучами, в двух шагах от себя нельзя было ничего увидеть, но Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стояла уже перед ней. «Благодарю вас», сказал он ей тихим и печальным голосом, что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы вы на то не согласились. Марья Кирилловна отвечала заготовленную фразой. «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаиваться в моей снисходительности». Он молчал и, казалось, собирался с духом. «Обстоятельства требуют, я должен вас оставить», сказал он наконец. «Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться». Марья Кирилловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию. «Я не то, что вы предполагаете», продолжал он, потупя голову. «Я не француз Дефорж, я Дубровский». Марья Кирилловна вскрикнула. «Не бойтесь, ради Бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах, но вам не надо б на меня бояться ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простила. Вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священен, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, с счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец, случай представился, я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадой печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно более здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знаете, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Тут раздался сильный свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился. «Простите», сказал Дубровский, «меня зовут, минута может погубить меня». Он отошел. Мария Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку. «Если когда несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаете ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?» Мария Кирилловна плакала молча. Свист раздался в третий раз. «Вы меня губите», закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаете ли вы или нет?» «Обещаюсь», прошептала бедная красавица. Взволнованная свиданием с Дубровским, Мария Кирилловна возвращалась из саду. Ей показалось, что на дворе было много народу, у крыльца стояла тройка, люди разбегались, дом был в движении. Издали услышала она голос Кирилла Петровича и спешила пойти в комнаты, опасаясь, чтобы отсутствие не было замечено. В зале встретил ее Кирилла Петрович, гостью окружили исправника нашего знакомца и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым. «Где ты была, Маша?» спросил Кирилл Петрович. «Встретила ли ты Мещо де Форжа?» Маша на силу могла отвечать отрицательно. «Приметой ваше превосходительство», сказал почтительный исправник. «Ох, братец!» прервал Кирилл Петрович. «Убирайся, знаешь, куда со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, пока мест сам не разберу дело». «Как можно верить на слово Антону Пафнутичу, трусу и мужику?» Ему пригрезило, что учитель хотел ограбить его. «Зачем он в то же утро не сказал выведу на чистую воду? Где же учитель?» спросил он у вошедшего слуги. «Нигде не найдутся», отвечал слуга. «Так сыскать его», закричал Троекуров, начинающий сомневаться. «Покажи мне твои хваленные приметы», сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. «Хм, хм, двадцать три года и прочее. Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что же учитель? «Не найдут», был опять ответ. Кирилл Петрович начинал беспокоиться. Мария Кирилловна была нежива и мертва. «Ты бледна, Маша», заметил ей отец. «Тебя перепугали?» «Нет, папенька», отвечала Маша, «у меня голова болит». «Пойди, Маша, в свою комнату и не беспокойся». Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату. Там она бросилась на постель и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее на силу, на силу успели ее успокоить холодной водой и всемозможными спиртами. Ее уложили, и она впала в усыпление. Между тем француза не находили. Кирилл Петрович ходил взад и вперед по комнате, громко насвистывая гром победы «Раздавайся». Гости шептались между собою. Исправник оказался в дураках. Француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? Это оставалось тайным. Было одиннадцать часов, и никто не думал о сне. Наконец Кирилл Петрович сказал сердитый исправнику «Ну что, ведь не до света уже тебе здесь оставаться? Домой не харчевня». «Не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка в освояси. Да вперед будь расторопней». «Да и вам пора домой», продолжал он, обратясь к гостям. «Велите закладывать, а я хочу спать». Так немилостиво расстался Троекуров с своими гостями. Клава тринадцатая. Прошло несколько времени без всякого замечательного случая, но в начале следующего лета произошло много перемен в семейственном быту Кирилла Петровича. В тридцати верстах от него находилось богатое поместье князя Северийского. Князь долгое время находился в чужих краях. Всем имением его управлял оттавной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которую отроду еще не видал. Привыкнув к разъясности, он не мог вынести уединение, и третий день по своему приезде отправился обедать к Срейкурову, с которым был он не как-то знаком. Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в разъяении, непрестанно скучал. Кирилл Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв онное знаком уважения от человека, знающего свет. Он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарний двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старенный сад с его стриженными липами, четырехугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился. Он не любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался. Слуга пришел доложить, что кушанье поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки и уже раскаивался в своем посещении. Но в зале встретила их Мария Кирилловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле нее. Князь был в оживлении ее присутствия, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирилл Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своей подагрой. Он предложил прогулку в линейке с тем, чтобы не разлучаться с милой своей соседкой. Линейку заложили. Старики и красавицы сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кирилловна с удовольствием слушала стивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верийский, оборотясь к Кириллу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит. Кирилл Петрович нахмурился. Воспоминания, возбуждаемые в нем погорелые усадьбы, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому. Дубровскому, повторил Верийский. Как? Этому славному разбойнику? Отцу его, отвечал Троекуров. Да и отец-то был порядочный разбойник. Куда девался наш Ринальдо? Схвачен ли он? Жив ли он? И жив и на воле. Кстати, князь, Дубровский побывал ведь и у тебя? Да, прошлого года он, кажется, что-то сжег или разграбил. Не правда ли, Марья Кирилловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романическим героем? Что любопытного, сказал Троекуров. Она знакома с ним. Он целые три недели учил ее музыке. Да, слава Богу, не взял ничего за уроки. Тут Кирилл Петрович начал рассказывать новость о мнимом французе-учителе. Марья Кирилловна сидела, как на иголках. Верийский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету. И, несмотря на усиленные просьбы Кирилла Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирилла Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кирилловной и гордый Троекуров обещался. Ибо, взяв по уважению княжеское достоинство, две звезды и три тысячи душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верийского себе равным. Глава 14. Два дня спустя после его посещения Кирилл Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верийскому. Подъезжая к он не мог налюбоваться чистыми веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом разместился густозеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Она вошла в великолепную залу, где стул был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по коей шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно названные душегубками. За рекой тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марии Кирилловне их различные достоинства, содержания, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Мария Кирилловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Тройкуров отдал полную справедливость винам своего амфитриона и искусства его повара. А Мария Кирилловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз от роду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофе беседки на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру около островов, посещали некоторые из них. На одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марии Кирилловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомовками князя. Время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой. Самовар их ожидал. Князь просил Марью Кирилловну хозяйничать в доме холостяка. Она разливала чай, слушая неистащимые рассказы любезного говуруна. Вдруг раздался выстрел и ракета осветила небо. Князь подал Марии Кирилловне шаль, позвал ее и Тройкурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, полились фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали и снова вспыхивали. Мария Кирилловна веселилась как дитя. Князь Верийский радовался ее восхищению и Тройкуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал ту левая князя как знаки уважения и желания ему угодить. Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты для них отведенные и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидится. Глава 15 Мария Кирилловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах перед открытым окошком. Она не путалась с шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу с зеленым шелком. Под ее иглой конва повторяла безошибочно узоры подлинника. Несмотря на то, ее мысли не следовали за работой. Они были далеко. Вдруг в окошке тихонько протянулась рука, кто-то положил на пяльце письмо и скрылся, прежде нежели Мария Кирилловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кириллу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет. Кирилл Петрович был не один. Князь Верийский сидел у него. При появлении Марии Кирилловны князь встал и молча поклонился замешательством для него необыкновенным. «Пытайди сюда, Маша!» сказал Кирилл Петрович. «Скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених. Князь за тебя сватается». Маша остолбенила. Смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил, согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала. «Согласна, конечно, согласна», сказал Кирилл Петрович. «Но знаешь, князь, девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы». Маша стояла неподвижно. Старый князь поцеловал ее руку. Вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился. «Пошла, пошла, пошла», сказал Кирилл Петрович. «Осуши свои слезы и воротись к нам веселенькой». «Они все плачут при помолвке», продолжал он, обратясь к Верейскому. «Это у них уж так заведено. Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о преданном». Мария Кирилловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женой старого князя. Он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным. Брак пугал ее. Как плаха, как могила. «Нет, нет», повторяла она в отчаянии, «лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было написано им и заключало только следующие слова. Вечером в десять часов на прежнем месте. Луна сияла, сельская ночь была спокойна. Изредка подымался ветерок и тихий шорок пробегал по всему саду. Как легкая тень молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно. Вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед ней. «Я все знаю», сказала мне тихо на печальном голосе. «Вспомните ваши обещания». «Вы предлагаете мне свое покровительство», отвечала Маша. «Ну, не сердитесь, оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь? Я бы мог избавить вас от ненавистного человека. Ради Бога, не трогайте его, не смейте его трогать. Если вы меня любите, я не хочу быть виной у какого-нибудь ужаса. Я не трону его. Воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты, даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца? Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Ну, ну, прям, но он так меня любит. Не надейтесь по-пустому. В этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета. Но если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вам самим, если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки отдать судьбу вашу во власть хилого мужа, тогда делать нечего. Явитесь за мною, я буду вашей женой. Дубровский затрепетал. Бледное лице покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал по тупе голову. Соберите со всеми силами души. Умоляйте отца. Бросьтесь к его ногам. Предоставьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика. Скажите, что богатство не доставит вам и одной минуты счастья. Роскошь утешает одну бедность и то с непривычки на одно мгновение. Не отставайте от него. Не пугайтесь ни его гнева, ни угроз. Пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если же не будет уже другого средства, решитесь на жесткое объяснение. Скажите, что если он останется неумолим, то вы найдете ужасную защиту. Тут Дубровский закрыл лицо руками. Он, казалось, задыхался. Маша плакала. «Бедная, бедная моя участь», сказал он, горько вздохнув. «За вас отдал бы я жизнь. Видеть вас издали, касаться руки вашей, было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к восволнованному моему сердцу и сказать, я твой навеки, бедный, я должен остерегаться о блаженстве. Я должен отталкивать его от себя всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам и благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду. Ох, как должен я ненавидеть того, но чувствую, что теперь в сердце моем нет места ненависти». Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали. Время летело. «Пора», сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо. «Если решитесь прибегнуть ко мне, сказал он, то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба, я буду знать, что делать». Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями. Конец пятой части романа Дубровский Александра Пошкина Читала Ксению 5 Дубровский Александра Сергеевича Пушкина Это запись Либри Вокс. Все записи Либри Вокс являются общественным достоянием. Часть шестая главы с шестнадцатой по девятнадцатую Читает Ксению 5 Святовство князя Верейского не было уже тайною для соседства. Кирилл Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день и до дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился, он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием. Но время шло, Маша наконец решилась действовать и написала письмо князю Верейскому. Она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защищать ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому. Тот прочел его наедине и немало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю. Кирилл Петрович взбесился. На силу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирилл Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил свадьбу на другой же день. Князь нашелся весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль отречься от нее слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. Засим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова решения Кирилла Петровича. Но едва он выехал со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Мария Кирилловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца. Папенька, закричала она жалобным голосом, папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женой. Что это значит, сказал грозно Кирилла Петрович, до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться? Не изволь дурачиться, этим со мною ты ничего не выиграешь. Не губите меня, повторяла бедная Маша, за что гоните от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому, разве я вам надоела? Я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива. Папенька, не принуждайте меня, я не хочу идти замуж. Кирилл Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и оттолкнул ее, сказав сурово. Все это вздор, слышишь ли? Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут. Послезавтра будет твоя свадьба. Послезавтра, воскликнула Маша. Боже мой, нет, нет, невозможно этому не быть. Папенька, послушайте, если уж вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете. Вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели. Что? Что? Сказал Тройкуров. Угрозы? Мне угрозы? Дерзкая девчонка, да знаешь ли ты, что я с тобой сделаю? То, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня стращать, негодница? Посмотрим, кто будет этот защитник. Владимир Дубровский, отвечала Маша в отчаянии. Кирилл Петрович подумал, что она сошла с ума и глядел на нее с изумлением. Добро, сказал он ей после некоторого молчания, жди себе, кого хочешь, в избавителе, а пока, мист, сиди в этой комнате. Ты из нее не выйдешь до самой свадьбы. С этим словом Кирилл Петрович вышел и запер за собой двери. Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее избавиться от ненавистного брака. Участь супруги-разбойника казалась для нее раем в сравнении со жеребием ей установленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно она желала увидеться с ним наедине и еще раз в передрешительную минуту долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду, в лесбиседке. Она решилась пойти и ожидать его там. Как только стала смеркаться, Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирилл Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная она села под окошко, до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее. Глава 17. Проснулась из первой мысли и представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирилл Петрович вечером ездил и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из комнаты и смотреть за тем, чтобы никто с ней не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После всех известий девка оставила Марью Кирилловну и снова заперла двери. Ее слова ожесточили молодую затворницу. Голова ее кипела, кровь волновалась. Она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба. В это время камушек ударился в ее окно. Стекло зазвенело, и Марья Кирилловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. — Здравствуй, Саша. Зачем ты меня зовешь? — Я пришел сестрица узнать от вас, не надо ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться. Но велите мне сделать что вам угодно, и я для вас все сделаю. Спасибо, милый мой Сашенька. Слушай, ты знаешь старый дуб за дуплом, что у беседки? Знаю, сестрица. Так если ты любишь меня, сбегай туда поскорее и положи вот это кольцо в дупло. Да смотри же, чтобы никто тебя не видал. С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко. Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, запыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тотчас же донести о том Марии Кирилловне, как вдруг рыжий и полуоборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился обеими руками. Что ты здесь делаешь, сказал он грозно. Тебе какое дело, отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться. Оставь это кольцо, рыжий, сказал Саша, или я проучу тебе по-свойски. Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло «Поры, поры, сюда, сюда!» Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, двумя годами старее Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу на земь и схватил его за горло. Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол аршина от земли. «Ах ты, рыжая бестия!» говорил садовник. «Да как ты смеешь бить маленького барина?» Саша успел вскочить и оправиться. «Ты меня схватил под мышки!» сказал он. «А то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убирайся!» «Как не так?» отвечал рыжий. И вдруг, перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степана. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчик упал со всех ног. Садовник снова его схватил и связал кушаком. «Отдай кольцо!» кричал Саша. «Погоди, барин!» сказал Степан. «Мы сведем его на расправу к приказчику!» Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал с беспокойством, поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кириллом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню. «Это что?» спросил он Степана. Степан в коротких словах описал все происшествие. Кирилл Петрович выслушал его со вниманием. «Ты повеса!» сказал он, обратясь к Саше. «За что ты с ним связался?» «Он украл из дупла кольцо, папенька. Прикажите отдать кольцо!» «Какое кольцо? Из какого дупла?» «Да мне, Мария Кирилловна...» «Да то кольцо...» Саша смутился, спутался. Кирилл Петрович нахмурился и сказал, качая головой. «Тут замешалась Мария Кирилловна?» «Признавайся во всем, или так отдеру тебе розгую, что ты своих не узнаешь». «Ебогу, папенька, я...» «Папенька...» «Мне Мария Кирилловна ничего не приказывала, папенька». «Степан, ступай, когда срежь мне хорошенькую свежую березовую розгу». «Постойте, папенька, я вам все расскажу». «Я сегодня бегал по двору, а сестрица Мария Кирилловна открыла окошко, и я подбежал. И сестрица ненарочно уронила кольцо, а я спрятала его в дупле. И...» «И этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть». «Ненарочно уронила? Ты хотел спрятать? Степан, ступай за розгами». «Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица Мария Кирилловна велела мне сбегать к дубу и положить то кольцо в дупло. И я сбегал и положил к кольцу, а этот скверный мальчик...» Кирилл Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно. «Чей ты?» «Я дворовый человек, господ Дубровский», отвечал тот. Лицо Кирилла Петровича омрачилось. «Ты, кажется, меня господином не признаешь? Добро. А что ты делал в моем саду?» «Малину украл». «Ага, слуга в барина. Каков поп такой и приход? А малина разве растет у меня на дубах? Слыхал ли ты это?» Мальчик ничего не отвечал. «Папенька, прикажите ему отдать кольцо», — сказал Саша. «Молчи, Александр», — отвечал Кирилл Петрович. «Не забудь, что я собираюсь с тобой разделаться. Вступай в свою комнату». «Ты косой, ты мне кажешься малый не промах. Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, а дам еще пятак на орехи. Отдай кольцо и вступай». Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего. «Не то я с тобой сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну?» Мальчик не отвечал ни слова и стоял по тупе голову, приняв на себя вид настоящего дурака. «Добро», — сказал Кирилл Петрович. «Запереть его куда-нибудь, досмотреть, чтоб не убежал, или со всего дома шкуру спущу». Степан отвел мальчика на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафью. «Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношение с проклятым Тубровским. Но если и в самом деле она звала его на помощь, — думал Кирилл Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая гром победы, раздавайся. Я, по крайней мере, нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу, колокольчик, слава богу, это исправник. Привезти сюда мальчишку пойманного». Между тем тележка въехала на двор, и знакомый нау исправника вошел в комнату весь запыленный. «Славная весть», — сказал Кирилл Петрович. «Я поймал Дубровского». «Слава богу, ваше превосходительство», — сказал исправник с видом обрадованным. «Где же он?» «То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он нам пособит поймать своего атамана. Вот его и привели». Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кириллу Петровичу и ждал объяснения. Кирилл Петрович стал тут же рассказывать, не упоминая, однако, о Маре Кирилловне утреннее происшествие. Исправник выслушал его с вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дураком, казалось, не обращал никакого внимания на все, что делалось около него. «Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине», — сказал, наконец, исправник. Кирилл Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь. Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи. «Барин хотел», — сказал ему исправник, «посадить тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение. Но я вступился за тебя и попросил тебе прощения. Развязать его». Мальчика развязали. «Благодари же барина», — сказал исправник. Мальчик подошел к Кириллу Петровичу и поцеловал у него руку. «Вступай себе домой», — сказал ему Кирилл Петрович. «Да вприть не кради малины под уплом». Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с краю, и постучал в окошко. Окошко поднялось, и старуха показалась. «Бабушка, хлеба», — сказал мальчик. «Я с утра ничего не ел, умираю с голоду». «Ах, это ты, Митя!» «Да где же пропадал бисененок?» — отвечала старуха. «После расскажу, бабушка. Ради бога, хлеба!» «Да войди в избу!» «Некогда, бабушка, мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба ради Христа, хлеба!» «Векой непоседа», — проворчала старуха. «Ловут тебе ломоть!» И сунула в окно ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и, жуя, шагом отправился далее. Начинала смеркаться. Митя пропирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедший до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, огляделся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать. Легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ. Кто-то вышел из рощи и приблизился к нему. Глава осьмнадцатая Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню. Весь дом был в движении. Слуги бегали, девки суетились. На дворе толпился народ. В уборной барышне перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марию Кирилловну. Голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов. Она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, а молчала, бессмысленно глядя в зеркало. — Скоро ли? — раздался у дверей голос Кирилла Петровича. — Сию минуту, — отвечала дама. — Мария Кирилловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли? Мария Кирилловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились. — Невеста готова, — сказала дама Кириллу Петровичу. — Прикажете подавать карету? — С Богом, — отвечал Кирилл Петрович и, взяв со стола образ, — подойди ко мне, Маша, — сказал он ей тронутым голосом. — Благословляю тебя. Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала. — Папенька, папенька, — говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирилл Петрович спешил ее благословить, ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж ожидал их. Он вышел навстречу невесты и был поражен бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную пустую церковь, за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кирилловна ничего не видала, ничего не слыхала. Думала об одном с самого утра. Ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала. Но когда священник обратился к ней с обычным вопросом, она содрогнулась и обмерла. Но еще медлила. Еще ожидала. Священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова. Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга. Она слышала стивы и поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами. Она их не поняла. Они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обижал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали, куда уже Кирилл Петрович отправился прежде, дабы встретить там молодых. Наедине с молодой женой князь немало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ей притворными изъяснениями и смешными восторгами. Слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти верст. Лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась и толпа вооруженных людей окружила ее. Человек в полумаске отворил дверцу со стороны, где сидела молодая княгиня и сказал ей «Вы свободны, выходите». «Что это значит?» закричал князь. «Кто вы таков?» «Это Дубровский», отвечала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула, с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь полилась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Дверцы растворились и несколько сильных рук вытащили его из кареты и выхватили у него пистолет. Над ним засверкали ножи. «Не трогать его!» закричал Дубровский. И мрачные его сообщники отступили. «Вы свободны», продолжал Дубровский, обращаясь к княгине. «Нет», отвечала она, «поздно, я обвенчана, я жена князя». «Что вы говорите?» закричал с отчаянием Дубровский. «Нет, вы не жена его, вы были преневолены, вы никогда не могли согласиться». «Я согласилась, я дала клятву», возразила она с твердостью. «Князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала, я ждала вас до последней минуты, но теперь, говорю вам, теперь поздно, пустите нас». Но Дубровский уже не слыхал. Боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса. Разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов. Они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под узцы. И все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отбереженных, но не разгребя ничего, и не пролив ни единой капли крови в отпущение за кровь своего атамана. Глава девятнадцатая. Посреди дремучего леса на узкой лужарке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коем находилось несколько шалашей и землянок. На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок около братского котла. На валу, подле маленькой пушки, сидел караульный, поджав под себя ноги. Он вставлял заплатку в некоторые части своей одежды, владея иголкой с искусством, обличающим опытного портного, и поминутно посматривал на все стороны. Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало всей толпе. Разбойникой отобедали. Один после другого вставал и молился Богу. Некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению. Караульчик кончил свою работу, отряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запил во всю горло меланхолическую старинную песню «Не шумит и мать зелена дубравушка». В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старуха, в белом чипце, опрятной чопорно одетая, показалась у порога. «Полна тебе, Степка!» сказала она сердито. «Барин почивает, а ты, знай, горланишь. Нет у вас ни совести, ни жалости». «Виноват, Егоровна!» отвечала Степка. «Ладно, больше не буду. Пусть он себе, батюшка, почивает да выздоравливает». Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу. В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкой раненый Дубровский лежал на холодной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, и сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами. В углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался. Вдруг Дубровский вздрогнул, в укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка, Владимир Андреевич!» закричал он. «Наши знак подают, нас ищут». Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе. При его появлении настало глубокое молчание. «Все ли здесь?» спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных», отвечали. «По местам», закричал Дубровский, и разбойники заняли каждое определенное место. В сие время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» спросил он. «Солдаты в лесу», отвечали они. «Нас окружают». Дубровский велел запереть ворота и сам пошел освидетельствовать пушку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться. Разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам. «Готовиться к бою», сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох. Снова все утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды, оружие блеснули между деревьями. Человек полтора ласто солдат высыпало из лесу и с криком устремилось на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен. Одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед. Солдаты за ним последовали и сбежали в ров. Разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставив во рву человек двадцать раненых товарищей. Рукопашный бой завязался. Солдаты уже были на валу. Разбойники начали уступать, но Дубровский подошел к офицеру, приставил ему пистолет к груди и выстрелил. Офицер грянулся навзничь. Несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес. Прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сию минуты недумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали. Разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, удвоил караулы и никому не велел отлучаться, приказав подобрать раненых. Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства надерзновенные разбойы Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уже Дубровского между ними не было. Несколько дней после он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни. Вы разбогатели под моим начальством. Каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло. После всей речи он оставил их, взяв с собой одного. Никто не знал, куда он девался. Сначала сомневались в истине сих показаний. Приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении, но последствия их оправдали. Грозные посещения, пожары и грабежи прекратились, дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу. Конец глав с 16 по 19 Конец романа Дубровски Александра Сергеевича Пушкина. Читала Ксения о